Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева А у меня сегодня в гостях Светлана Русинова, директор Центра карьеры и профориентации Света, здравствуйте! Всем добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, как вы у нас будете слушать, как во время суток Да, действительно так. Ну а тема нашей программы — 100% летний отдых детей А также поговорим сегодня об индивидуальных образовательных траекториях в этом современном мире Итак, как же детей развиваем мы? И вообще нужно ли этим заниматься? Или они сами у нас теперь сами себе будут предоставлены? Света, давайте немного вспомним наше с вами детство Сильно ли мы отличаемся от тех детей, которые в настоящее время уже являются нашими детьми? Надежда, безусловно, потому что как практикующий специалист по самоопределению Как руководитель, кто занимается Центром карьеры и профориентации Я вижу, что дети совершенно другие И те вызовы, которые диктует нам на сегодняшний день наша современность Школа немножко не успевает трансформироваться под эти новые запросы Под новые изменяющиеся ситуации И дети не зря приняли дети, рождённые с кнопкой Как показывает практика, эти дети великолепно просто справляются с поставленными задачами Если что-то нужно смоделировать, что-то соединить, что-то сформировать Но как только даёшь задачу, например, на логику или какой-то там поиск новых идей, решений Наступает некий такой вот кризис, наверное, такого плана Что да, вызов есть, трансформация происходит Но где-то вот мы немножко не докручиваем Где-то мы это докрутим То есть компьютер, это на сегодняшний день, с одной стороны, хорошо А с другой стороны, родители говорят, например, летнее время Куда-то бы отдать ребёнка так, чтобы он был... Не с компьютера Да, а самое главное, не с телефоном У нас сейчас непосредственно мы занимаемся летней тематикой В том числе и летний лагерь есть И мы видим, как сложно детей на занятиях привлечь, отвлечь от этих телефонов Да, и поэтому мы проговариваем прямо, да А что у нас есть определённые условия Правила Правила, по которым вы пришли к нам И давайте вот по этим правилам, в зависимости от возраста Либо будем играть, либо будем... Что-то разрабатывать, что-то изучать Да, да Действительно, я тоже сталкиваюсь в практике с такими вещами, как и мама, и папа Особенно бабушки и дедушки, для них это вообще... Им кажется, что мир... Динозавры Да, что мир летит в какую-то катавасию А всё от того, что дети, как им кажется, они всё время живут Вот именно в каком-то виртуальном мире, а не в реальном мире С одной стороны, ведь, видишь, получается, что я сколько тоже наблюдаю за ним Им очень легко устраивать коммуникацию в социальных сетях И мы тоже от этого не уйдём И, например, нам лишний раз написать, что-то спросить Нет, вот мне, например, легче позвонить А им намного проще, особенно подростковый возраст, когда наступают Коммуницировать именно в этом пространстве Не надо лишать их этого пространства Единственное, что нужно немножко направлять, наблюдать И где-то подсказывать, почему сейчас тема наставничества Начиная с родительских отношений, заканчивая экспертами В области, например, проектной деятельности Наставничество — это такое широкое поле деятельности На которое мы, как родители, в том числе, должны обращать внимание Следовательно, мы не можем детей совсем убрать из этого виртуального мира Это всё-таки будущее Но нам очень важно, чтобы они наслаждались этим летом Чтобы они понимали, что есть и другая жизнь Кроме социальных сетей Кроме каких-то фильмов, видео и блогов Что мы для этого можем сделать вообще? А смотри, они очень быстро ищут информацию Очень быстро Даже неприменимо своему ребёнку Я вижу, как он находит информацию, как он быстро её перерабатывает Мне нравится, как мне дети покупают билеты Куда-либо отправляют меня в кондиручки А мы, значит, нам надо сначала Я сколько сама даже наблюдала за собой Новый РЖД переделал портал Я выхожу, начинаю немножко теряться Там диалоговое окно было здесь Вот здесь произошло А не очень быстро это И, например, если говорить сейчас о летнем отдыхе Вот начали эту тему Какие рекомендации можно дать родителям Непосредственно как бы июнь Вот уже серединка июня Да, у нас всё остаются такие насыщенные дни Июль и, конечно же, август Отовсюду слышим, что Прям, да, вот я прихожу, мне коллеги говорят Дети с утра до вечера в компьютере Да, да Даже не выходят там поздороваться, когда родители пришли домой Здесь родителям нужно посмотреть Какие интересы были у сыночка или у дочки Если, например, он занимался в музыкальном кружке То почему бы не попробовать эту же самую робототехнику? Почему не попробовать себя, например, применимо в дополненной реальности? Выбирайте те лагеря Тут сейчас огромное количество предложений Это очень не может не радовать, например, ради Кирова И посмотреть о том, что мы всегда применимы к своей деятельности Это польза, плюс прочность, плюс и красота Как там То есть, чтобы это было и полезно, и вкусно, и занимательно И в то же время, чтобы занятия не были теми надзадательными занятиями Как которые, да, там, 31 мая все выдохнули, 1 июня Вот оно уже наступило Для того, чтобы это всё было в такой, не знаю, в простой, в интересной, в интерактивной Детям надо как можно больше трогать чувства и пропускать через себя Вчерашний день, наверное, посадить их и читать им лекцию о том, как космические корабли бороздят просторы Последний форум, который проходил в Петербурге, экономический форум Ведь непосредственно и говорили о рынках развития МТИ, научно-технологической инициативы И сейчас, пока приоритетно, выделено 10 рынков этих МТИшных И детей надо потихонечку, всё, что касается и профориентации, и самоопределения В любом случае, мы есть хорошие уроки научно-технологической инициативы Есть разные форматы Олимпиады МТИ Если есть возможность, я хотела бы кратко рассказать об Олимпиаде МТИ Потому что, например, это касается, чем заинтересовать взрослого подростка, там, 13 плюс Потому что родители же что говорят, да, нет-нет, что вы, нету сейчас таких дел, которые могли бы заинтересовать ребенку Если, например, говорить о маленьких детках, там, даже школьники, младшие школьники, там всё просто Там родители определили, в принципе, в лагерь или отправили в загородный лагерь, что делать с подростками, 12 плюс Можно зайти на сайт кружкового движения, посмотреть требования к Олимпиаде МТИ Что такое Олимпиада МТИ? Она позволяет подготовиться с 8 по 11 класс и поучаствовать в разных треках Все эти треки выставили на основе, как раз, рынков будущего И можно в дальнейшем развивать свои собственные проекты Дети у нас в городе Кирове Мне сейчас нравится та тенденция социального блока, который Курдюмов и Дмитрий Александрович курируют О развитии Квантомиумов, да, там, и сейчас я знаю, что Сириус, там, частично будет, даже с одоленными детками То есть потихоньку подводить их к этому И лето, оно позволяет оценить свой потенциал, да, там, например, у меня там физика, да, я там, действительно, решаю задачи очень хорошо Олимпиада МТИ – это первый уровень решения тестовых заданий, приближенных, в принципе, к ЕГЭ То есть можно себя уже, начиная с 8 класса, потихонечку к этому делу готовить Но при этом можно громко об этом детям не говорить, да, а просто знаем мы об этом, что… Ну, а я опять, например, за открытую политику, потому что, например, Васе сразу не предупредить, да Мотивация Васи – это, да Вася, ты летом будешь готовиться… Вася, нет, Вася, ты просто, давай мы с тобой посмотрим Давай мы с тобой посмотрим, мы оценим твой потенциал, давай мы там тестово прорешаем, посмотрим и так далее Мне нравится ваша политика Если они проходят, то есть Вася там в сентябре, в октябре там треки начинают, он проходит предметную часть И он может объединиться в команду, в чем плюс вот этой Олимпиады И для нас, как для специалистов, то занимаются самоопределением А что они объединяются в команду, работают над проектом и с ребятами из других регионов И вот, пожалуйста, вам проектная деятельность, там скрам вот это управление, там управление проектами Именно дистанционно, через онлайн, как они любят У нас был опыт очень хороший, у нас лично, в нашем центре И ребята в городе Киров, где занимаются робототехниками, они уже участвовали в МФА-1ТИ Правда, мы дошли по сравнению с Екатеринбургом, в последний раз я была, они вышли в финал А нам удалось только лишь предметную часть Мы не нашли эксперта по взаимодействию именно ребяток из других регионов Есть над чем работать В общем, для себя на следующий учебный год мы поставили Тем более инженерная школа у нас открывается на базе Политехнического института Вятского государственного университета И я надеюсь, что это тема, которая вот с Олимпиады МТИ И Надежда как бы вам, как маме, подростка, которая там, знаешь, 9 класс заканчивает А Олимпиада МТИ дает возможность победителям получить 100 баллов к игре Теперь давайте задумаемся, сколько мы тратим на репетиторов, да? Да А если мы начнем с 8 класса, потихонечку готовиться, участвовать Пусть даже пока там с минимальным, там, ожидаемым результатом Но, тем не менее, если цель будет поставлена Представляете, насколько удачно может сложиться все 100 баллов к игре Да, теперь нам осталось с вами, да, заинтересовать в этом наших современных детей Заинтересовать тоже очень просто Сейчас обширное всероссийское движение, кружковое движение И, в частности, на портале Реактор сделан Расскажу всех заинтересованных родителей Кто будет, возможно, даже из детей слушать нас Реактивное лето 2019 Есть возможность, если у вас есть идея, вы можете обратиться к нам Мы либо в инженерную школу Вятского государственного университета Либо КНАФ Центр профориентации и карьеры Вятской государственной И мы поможем вам упаковать свой вот этот проект Нам нужно снять ролики, как вы над этим проектом работаете Если все участники получают дипломы за участие А победители получают даже денежное вознаграждение до 10 тысяч рублей на развитие своего проекта То есть, посмотри, получается, я восьмиклассник, даже семиклассник, у меня есть идея Мы подключаем экспертов, мы подключаем наставников, мы прорабатываем эту идею В дальнейшем мы берем это как раз в построение индивидуальных образовательных траекторий, в том числе и летом Значит, мы поучаствовали в Олимпиаде, мы видим результат в дальнейшем И если этот проект, он действительно потом его можно коммерциализировать Поехать на этот же преакту, например, показать свою идею, получить еще финансирование А в дальнейшем, например, у нас есть фонд Бортника Когда ты будешь студентом вуза города Кирова или где-то еще, ты будешь учиться У тебя есть возможность дальше и дальше расти вместе со своей этой идеей И уже ее апробировать, и эта идея вырастает в том числе и в бизнес-процессы И сейчас же много говорят о том, что защита дипломных работ Она будет как раз на уровне вот таких вот проектных задач и решений Да, не так, как раньше мы писали, рассчитали, защитились и все А сейчас конкретно мы детей должны На практическое применение И самое главное, они должны понимать, что должна быть польза от твоего проекта То есть чем этот проект может помочь Либо в социальном блоке, либо, например, в техническом Мне, чем нравится по эволитико-реактору кружкового движения О том, что там несколько номинаций у них есть Исследуй, изучай То есть, если, например, тебе наука нравится, ты можешь в научной деятельности Все вопросы научно-исследовательские Если ты понимаешь, что там физика-то твоё, там информатика твоё То, пожалуйста, предлагай проект Мы тебе поможем, эксперта подключим И изобретай То есть, всевозможные варианты Светлана, а вот как ваш опыт показывает? Обязательно нужно, если мы видим, что у ребёнка есть желание, есть стремление Делать какие-то проекты Обязательно нужно найти от начала до конца наставника, который его сопроводит Или же родитель может таковым наставником являться? Надежда здесь наша Вот лично, если моё мнение, то Родитель должен пройти некую школу наставников Я знаю, что в городе Кирове, там, благодаря президентскому кранту У нас реализовывалось Там, по-моему, познание делали вот как раз это направление И качество проектов, оно повышается Это, ну, в любом случае, во время проектной линии Там эксперт подключается То есть специалист именно из этой области, который даёт экспертную оценку Вот на последней школе наставников, которую мы проводили Мы ездили в Санкт-Петербург Моя мечта, я надеюсь, что У нас услышит и Вселенная, и всё остальное И всё-таки мы проведём эту школу наставников в городе Кирове Именно для специалистов, кто работает там и в конториумах И разных видов деятельности Кружкова в движении Мы проведём эту школу наставников, потому что там действительно видишь Начиная с постановки проблемы И дальше до схематизации, до ожидаемых этих всех результатов То есть ты ведёшь и сопровождаешь Поэтому экспертная оценка Родитель, он может быть экспертом на какой-то стадии Но на стадии экспертизы там должен специалист быть уже из этой области То есть либо область IT-технологий, либо область биотехнологий Здесь, я так думаю, что если наши работодатели заинтересованы О том, что как в других регионах выстраиваются вот эти треки Подключаясь как именно к детско-взрослому проекту на этом уровне И мы хотим заинтересованы о том, чтобы дети оставались у нас Они уезжали из Кирова, что действительно оставались на наших предприятиях Тогда здесь должно быть такое тесное взаимодействие И с предприятиями, и с экспертами, и с этим Отлично, очень мне нравится эта история Хочется видеть её продолжение обязательно, да И ещё для меня очень такой важный пункт Когда я познакомилась с теми ребятами, с которыми вы сейчас проводите летний лагерь Я поняла такую вашу важную миссию Это убирать определённые границы, да Разрешать детям прям мечтать, да Даже доводя какие-то истории, сказки, да Ситуации до абсурда, кажется Вот смотрите, школа границы, там, да Садик, мы всё время ребёнка вот устраиваем вот в это Ты должен быть удобным социально Ты должен быть там, у тебя есть какие-то И вот здесь совсем другая позиция, что Да, есть правила, мы их соблюдаем Но мы, тем не менее, раздвигаем вот эти все остальные рамочные, да Ситуации, которые в жизни возникают Для чего это вы сделали? Сегодня забавный случай был Значит, я утром пришла, каждое утро хожу Некоторые моменты организационно контролирую И захожу в третий отряд к ребятам, там, взрослые Как раз 13-14 лет И мне говорят, а то Украина пришла У меня сегодня такая тематика, жёлто-голубая Как раз, да И мы действительно позволяем это делать Почему? Я сама, как педагог, и мама, и специалист Работающий именно по самоопределению Считаю, что когда нет этих рамок Тем проще, в том числе, и в проектном взаимодействии Выстраивать это проектное управление О чём сейчас очень говорят, и взаимодействует это проектное Ведь бытует мнение о том, что наши дети Они не будут заняты только в одной области, да То есть, если они расширят свои грани В том числе, вот мы говорили как-то с вами тоже Здесь навыков, надпрофессиональных навыков Это и национальный интеллект Это и мультикультурность, и мультиязычность Ну, чтобы обратиться в новых профессиях И как раз это позволяет им, как кубику-рубику Настраивать свой профиль по ту или иную задачу Это не грани, точнее, это уже не границы Это выход из этих самых границ И тем более это лето, когда можно себе позволить Определённые вещи, конечно, надо соблюдать Особенно в подростковом возрасте Чтобы, как это называют, психологические границы Чтобы они не нарушались в любом случае И самое важное, наверное, зона ответственности Вот что страдает, вот даже применимо К проектной деятельности у нас Когда мы с ребятами там готовимся на международные конкурсы Ездим на частные соревнованиях Зона ответственности, то есть Понимание бедлайна Когда вот я знаю, что время установлено Сжатые сроки и это моя зона ответственности То есть в этом проекте я менеджер Или в этом проекте я айтишник Или в этом проекте я должен там выполнить Определённую конструкцию до такого-то самого До этого самого строка Но это в то же время должно всё быть Либо прописано детками Они же эти правила прописывают В игровом формате, в интерактивном формате Либо мы сами вот внутри как бы нашего лагеря Мы это тоже прописываем И выстраиваем совместные деятельности Светлана, смотрите, всё чаще бывает Такой запрос от родителей Что наблюдаю за своим ребёнком И понимаю, что его ничто не интересует Не показывает он ни во что Ни в каких-то таких направлениях Какие-то грандиозные результаты Ну это такое, да Как капли ртути Куда катишь, туда и покатится, да И вот я всегда говорю в таких случаях Что в каждом ребёнке есть те зёрна Которые обязательно произрастут Но сейчас нам нужно набраться терпения И попробовать в разных направлениях его развитие Вот как в таких случаях Если к вам обращаются Потому что вы являетесь как раз специалистом По профориентации Что вы можете предложить таким ребятам Которые вот возраст может быть Начиная там 9-13 лет Ну и так далее Ну вот как раз 9-10 лет с ними намного проще То есть если с начальной школы всё понятно То есть там родители выбирают кружок Они вводят, я называю это социальные пробы Это очень хорошо И там дети часто бывают расписаны У нас готовились к последнему мифскому робототехническому турниру Там не могли состыковать всех ребят Это был конец мая Они до сих пор ходили в те или иные кружки У них было всё расписано А 5-6 класс Там действительно уже начинается вот такое восстановление Да там собственно вот этого Хочу не хочу Зону не буду Не буду Моя зона Вот вы меня пожалуйста не трогайте Не интегрируйте Но если опять же семечка Как ты сказала Было заложено в начальной школе Этих вопросов не возникает А если семечка не было посажено Не успели Росточек то да Вот он такой Либо росточек он такой вот прямо мягонький Пушистенький Вот такой хорошенький Который надо только земельку так вот Такое удобрение унести И чтоб дальше пошел в рост Там конечно более проблематично Что мы делаем Мы проводим и самодиагностику и способности Мы выявляем Мы разговариваем Ставим цели Разработанная карта в том числе эмпатии Для того чтобы посмотреть Здесь только лишь на условиях договора То есть мы с тобой договариваемся Потому что вот таким то образом Мы будем действовать И в результате этого ты принесешь Вот то 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 Хорошо срабатывает Когда ребята 13 опять же плюс Видят ту выгоду Которую не в конечном результате получают Если это выгода еще финансового эквивалента Но там вообще вопросов не возникает То есть я Да я понимаю У меня это все будет хорошо Потому что я там веду собственное видео Там блогер Я являюсь там И так далее и тому подобное А ребята И надо наверное в это время И искать как раз те моменты Которые интересны ребенку И искать Это может быть популярность Это может быть там деньги Это может быть путешествие Это может быть Какая-то путевая поездка Куда-либо Чтобы он понимал свою историю И здесь уважаемые родители Обращаюсь сейчас к вам Потому что Подросткового возраста Наверное самый такой В то же время Увлекательные Увлекательные Да Да Правильно Увлекательные 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 Вот это ваше чадо Ваш подросток особенно Он будет расти У нас были такие Они прямо чувствуют Они прямо вырастают Да На самом деле очень здорово И великолепно И еще Даже например на опыте Своего собственного сына Я могу сказать что Надо как можно больше Узнавать какие есть программы Да Федеральные программы Да И участвовать в этих программах Потому что например У многих бытует мнение у родителей Что ой да знаете Сейчас там все куплено Да Все там это Никогда обыкновенный ребенок Там не пройдет Никакие конкурсы И так далее и тому подобное Нет Вот мы с Светланой можем сказать Нет Пробуйте Участвуйте И очень много Выделяется государственным средств Да Когда дети из глубинки Из нашей Могут поучаствовать И оказаться Там Где угодно Да Оказаться победителями Тем более Сейчас опять же На последнем Петербургском экономическом форуме Была утверждена Новая концепция развития Сириуса Образовательного центра Сириус У них там появляется Университет в Сириусе И в первую очередь Они работают с детьми Из регионов То есть не надо бояться Дорога в нем Вообще в жизни не весь Дорогу усилит идущий Если ты пойдешь То дорога Она всегда Пути разные Там как у Васнецова Да там Видите на распутье Но тем не менее Дорогу мы выберем Дорогу усилит идущий Не бойтесь Участвуйте Обращайтесь В городе Кирове Дорогу 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 За 10 минут Можно нарисовать Подключаться к телефону Либо к компьютеру Планшет И ты рисуешь Выбирая краски Палитру То есть я готов А если например Ты такой молодец Да Научи меня Как мне с этой информацией Работать Как мне ее найти Самое важное А еще знаете Заметила Подростки очень хорошо Говорили о финансовых Поддержках Сейчас Трудоустройство То что касается деток Это конечно Такая сторона Бюрократическая С одной стороны А с другой стороны Это возможность Тоже например В этих же кружковых движениях Мы у себя будем практиковать Это во вторую и третью смену Расскажите нам Подробнее У нас есть ребята Которые занимались В течение года В нашем кружковом движении Они съездили Показали успехи Историю своего успеха В смене В артеке И мы их берем Трудоустраиваем Вести в помощь Педагогу Наставнику Они будут транслировать Отряду Ну то есть Они по возрасту Получат третий отряд Отряду второго Там второй и третьей смены Они будут транслировать Свои практические навыки И еще То есть смотрите Что я умею Вы сможете так же Да и вы сможете так же То есть И с тем самым Можно Возможно Бывает такой уровень доверия К старшему поколению То есть А здесь получается Свой Своему И нам очень хочется Поучаствовать В реактивном лете О котором я рассказывала Хотим вот попробовать Сделать Хотя бы два-три проекта Ну все-таки Финансово Там десять тысяч рублей За первое место Ребятки получают И реальная возможность И их получить И в дальнейшем Там в течение года Следующего образовательного Там как раз Развиваться Вот Представляете как это здорово То есть мало того Что вот я сам научился Да Оценили эксперты Мои умения Знания и навыки А еще я тут же могу Научить себе подобных Да ребят А ведь это доказано Да С точки зрения психологии У себе подобного Учиться намного легче Чем у человека Который Отличается от тебя Десятки лет Они говорят На языке На одном Они слышат друг друга Они с полуслова Мы совместные мероприятия Проводим И я наблюдаю за этим Как действительно Они прям по взгляду По какому-то мимолетному По жестам Все у них уже Мы и стараемся В неу роль То мероприятие Которое касается Не образовательного Там направления А именно развлекательного Мы стараемся Смешивать отряды Для того чтобы Старше Наставничество Малышами И малышам очень нравится Хотя малыши Нынче такие Такие активные Да Активные Подвижные Может даже В некоторых случаях И старшиков учат Вот смотрите Помню еще Наверное Лет 7 назад Мы сидели Взрослые уже И говорили о том Что загубили Все кружковые движения Некуда детей Отдать Как лето провести А теперь совсем По-другому ситуация складывается Согласна? Да Надежда Мы на себе Вот это лето Особенно Прошлое лето Стали ощущать Например Первые Пятый год Уже Реализуем Лагерь Первые два года Проблем вообще не было То есть не было как такового Спроса Но было предложение не особо Сейчас Прямо такая Да Жесткая конкуренция Действительно Родители И сейчас Родители Они прежде чем отдать ребенка Они изучают Очень Да Кто работает с детками Что предлагает Особенно Время Вот интересует Если хорошее время Если ребеночек Целый день находится То есть первое Под присмотром И его еще научили А если еще тематические смены Выстроены В одной концерции То это вообще Знаете как Оценка отлично Родителям дается Там все Нет вопросов Мы идем к вам Да Ну еще конечно же Тема доверия То есть если я знаю Что эта организация Действительно Из года в год Показывает Качественный продукт То я смело Отдаю туда Я согласна Но вот опять же Уровень принятия решений Сколько работаю Все больше и больше Понимаю Что есть те родители Которые говорят Давай мы попробуем Что-то другое Есть доверие Предположим к нам Еще кому-то к другому А появилось что-то новенькое Давай попробуем Интересно всегда Познавать что-то новое А новое Да есть действительно В городе Кирове Это тоже не может не радовать Да действительно Потому что всем этим пользуемся Мы и пользуются наши дети Поэтому пусть у ваших детей Будет лето яркое Интересное Познавательное Но самое главное Не назидательное Да и вы Прежде всего услышите Своего собственного ребенка Чего же хочет его сейчас Душа в данный момент Да И предложите ему варианты И конечно же Проживите это лето вместе Сообщем Да так ярко Еще раз повторю И даже можно воспользоваться Моментом 12 июня Это уже практически Будет послезавтра Мы отмечаем День города День России И для всех жителей Любимого города Мы приготовили Творческие лаборатории Наши Инновационные лаборатории Которые пройдут в Александровском саду И в Парке Победы Что мы будем делать Мы будем создавать Маски с помощью 3D ручки Потому что год театра В Александровском саду А в Парке Победы Мы будем рисовать Значки Символизирующие Флаг Российской Федерации Поэтому все желающие 12 июня Никто не уедут из города Мы будем ждать вас С 12 до 15.00 в Александровском саду И с 15.00 до 18.00 в Парке Победы Где мы сможем в том числе И пообщаться с вами И услышать своего ребенка В первую очередь И опять же совместно По семейному Провести хорошо Досуг в инновационной среде Отлично Спасибо большое, Света За такую интересную И увлекательную программу Сегодня у меня в гостях Была Светлана Русинова Директор Центра карьеры И профориентации Ну а мы говорили о том Как 100% провести лето Отлично Ну и конечно же Затронули тему Индивидуальных Образовательных траекторий Всем любви Здоровья Удачи И развития И надеемся до скорых встреч До свидания